Здравствуйте, уважаемые участники Круглого стола! Двинаин Форум продолжает цикл Круглых столов на актуальные для столицы Поморья темы. И сегодняшней темой является бытовой и производственный мусор. То есть тема мусора, как его утилизации, сбора, остаётся на протяжении уже нескольких десятилетий, актуальной для столицы Поморья. Совсем недавно, если быть точно в середине ноября, Архангельский мусороперерабатывающий комбинат и экологическая организация «Молодёжная ЭТОС» начали новый проект по раздельному сбору мусора. И три площадки с контейнерами по раздельному сбору мусора появились в Архангельске. И именно это стало отправной точкой для проведения сегодняшнего обслуживания стола. И мы с удовольствием представляем вам наших сегодняшних гостей. Я буду представлять их по часовой стрелке слева направо. Это Александр Владимирович Дятлов, председатель Комитета по природопользованию и лесопромышленному комплексу Архангельского областного собрания депутатов. Здравствуйте. Дмитрий Нестеров, председатель Совета молодёжной общественной организации «ЭТОС». Добрый день. Лариса Павловна Калинчева, председатель жилищно-строительного кооператива «Блок». Ксения Николаевна Шестакова, главный специалист, эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Архангельской области. Людмила Фёдоровна Попова, доцент химии и химической экологии Института естественных наук и технологий «САФУ». Анна Сергеевна Леонтьева, инженер-эколог Архангельского мусороперерабатывающего комбината и Ольга Александровна Мальгина, менеджер Архангельского мусороперерабатывающего комбината. Она куратор того проекта, о котором нам Анна рассказала. Ну и, наверное, первое слово мы как раз и предоставим Ольге Александровне. Расскажите нам, пожалуйста, о церкви. Значит, проект по раздельному сбору мусора появился в Архангельске В этом году, в середине ноября, как вы правильно заметили, инициатором выступил Архангельский мусороперерабатывающий комбинат, который существует с 2002 года и занимается деятельностью по вылазу и сортировке отходов и по размещению неутильной части отходов на городском полигоне, на свалке. Хочу сказать, что ежегодно на территории города Архангельска образуется порядка 140 тысяч тонн твердых бытовых отходов, из которых примерно 50-60% составляют отходы из жилищного сектора. Доля вывозимых отходов на приемную площадку Архангельского мусороперерабатывающего комбината составляет всего лишь порядка 10-15% от общего объема или порядка 18-20 тысяч тонн в год, которые подвергаются сортировке. Сортировка производится для того, чтобы из общего объема ТБО излечь полезные фракции. Мощность комбината рассчитана на почти 110 тысяч тонн в год, но загрошенность комбината невелика. Значит, если бы на приемную площадку комбината поступало большее число отходов, соответственно, большее количество ТБО подвергалось бы сортировке и, соответственно, меньший бы процент размещался неутильной частью на полигоне. Таким образом, после сортировки отходов происходит уменьшение конечных размещаемых отходов на полигоне города Архангельска, снижается негативное воздействие на окружающую среду. С середины ноября комбинат выставил в городе на трех площадках, пока на трех площадках, контейнера для раздельного сбора отходов. Это комплект из двух контейнеров. Один контейнер синего цвета, куда складывается бумага, картон, макулатура, а второй контейнер желтого цвета, куда складываются отходы стекла, пластика и алюминия. По нашим оценкам, в общем объеме твердых бытовых отходов до 50% находятся тех отходов, которые можно было бы отсортировать и не захоронить на свалке. Таким образом, мы пытаемся, установив контейнера для раздельного сбора, мы пытаемся, во-первых, привлечь внимание к этой проблеме, во-вторых, несем некую такую воспитательную роль, функцию, о том, что в Европе мы знаем уже порядка 60 лет, люди занимаются разделением отходов и прекрасно при этом живут. Никто этого не стесняется, наоборот, это пропагандируется. Мы хотели бы быть инициаторами, скажем так, и хотели бы быть зачинателями такой практики именно в Архангельске. Спасибо, Ольга Александровна. Я уточню у Вас, чтобы наши зрители и читатели лучше поняли. То есть сейчас всего 10-15% твердых бытовых отходов отвергается при работе. Да, в Архангельске. В Архангельске. Все остальное вывозится в простовичье на свалку, и там лежит на веков вечное. Да, да, да. Потому что только существует единственное предприятие в Архангельской области, вот этот мусороперерабатывающий комбинат, он единственный в Архангельской области, занимается сортировкой отходов. Одно только предприятие. Понятно. Дмитрий, а расскажите, как организация ЭТОС подключилась к этому проекту? Мы познакомились, собственно, с представителем как раз МПК на 4-м международном молодежном гражданском форуме, который был 1-2 ноября. И когда мы обсуждали как раз участие экологов, у нас был хоть и 4-й форум, но впервые представители профильного предприятия, тем как раз была выбрана проблема отходов. Там один из проектов был, потому что наша задача была, чтобы этот форум был не просто опять собрались, поговорили, а был какой-то конкретный результат. И как раз Ольга рассказала о том проекте, который у них собирается вводиться. И мы предложили как раз территорию школы и офиса, а мы находимся на территории школы номер 36, чтобы поставить там как раз контейнер для раздельного сбора. Поэтому, в принципе, инициатива здесь ЭТОС, безусловно, это все, конечно, ЭТОС здесь только приложил свою площадку, и мы единственное собираемся работать только с жителями соседних домов и самой школы. То есть директор школы был не против, что мы поставили такую пилотную площадку. И я на самом деле хотел бы сказать, что этот опыт, он как раз показателен, потому что почти во всех регионах России все пилотные проекты, они начинаются именно сотрудничество общественников и бизнеса. То есть, как правило, государство вообще нигде не участвует, потому что взвешивая все риски, минусы и плюсы, они, как правило, всегда остаются в итоге, пока они думают, вообще все уже начинают делать общественники и бизнес. Поэтому у меня большая благодарность как раз Архангельскому сортирующих комбинату, что они это взяли сделать. Действительно, в России вообще не так мало таких сортирующих комбинатов, кстати. Их не в каждом городе есть. На Северо-Западе и в Мурманске вообще такого, например, нет. Поэтому для нас сейчас самое главное, чтобы этот проект раскрутился, проще говоря. То есть, очень важно, чтобы представители и общественных организаций, и органов власти об этом эксперименте рассказывали, потому что ТСЖ, если подключится, что очень важно, если подключится учреждение, скажем, кафе, и это станет массой, потому что пока им пока стоят на абсолютно бесплатной основе эти контейнеры, и эксперимент покажет, что им пока справляется с тем количеством отходов, которые будут поступать, отсортированные, то, мне кажется, эксперимент будет поддержан, учитывая сейчас все тенденции, связанные с созданием федерального агентства по работе с отходами, принятие закона об ответственности переработчика за выпущенную продукцию, ну, за переработку. Поэтому, в общем, Архангельск, мне кажется, взялся за решение проблемы, потому что уже действительно ситуация критическая. — Понятно. Скажите, пожалуйста, ведь одна из главных проблем, может быть, основная проблема, всегда, когда пытаются внедрить систему раздельного сбора отходов, это проблема перевоспитания населения, проблема перестройки мозгов. Вот вы сказали, что вы планируете как-то работать с населением крестных домов. В чем эта работа будет выражаться? — Вообще, когда мы изначально ставили, если вы заметите, там три точки, они совершенно разные. То есть, одна — это кафе, одна — жилой сектор, и одна — школа, и общественная организация. У нас просто доля сортированного мусора будет, наверное, максимально высокая, мне кажется. Ну, может быть, только в кафе будет примерно такая же, потому что у нас пищевые отходы идут отдельно. Там самая главная сложность, на самом деле, вот мы с Ольгой об этом говорили, что если будут отделяться пищевые отходы, все остальное уже не проблема отсортировать. Потому что если кто-то был на сортировочной линии, то врагу не пожелаешь встать на этот конвейер. Это единственная проблема. По поводу жителей домов, то есть, у нас примерно сейчас охват получается примерно 120 человек. Охват — это не так много. Рядом с офисом, получается, находится в Ломановском округе примерно 3-4 жилых дома, 9-этажных. Ну, вы считаете, по 5 подъездов. И наша задача как раз перед Новым годом, я не буду говорить, что мы конкретно сделаем, но такая будет информационная кампания именно по работе с этими жителями. Потом вы, в принципе, узнаете, потому что мы в любом случае разместим релиз. И с Нового года, безусловно, конечно, надо встречаться уже с самими жителями. Как это сделать пока сложно сказать, потому что на собрание ТСЖ почти не ходит никуда. Ну, там процентов 5 от дома. Поэтому, может быть, мы даже будем от двери к двери. Вот эта выборная система, которую используют политические партии, мы будем использовать вот сейчас для раздельного сбора. Я не знаю, как это пойдет. Просто это, если ничего не делать, то ничего не сдвинется. Поэтому сейчас, по крайней мере, когда я являюсь представителем Совета, я считаю, что вот эта политика малых дел, она все равно приводит к результатам. Пусть они не будут стопроцентными, но даже если 5 процентов из дома будут относить мусор в ближайший контейнер, а в будни это вполне возможно, потому что ворота школы закрываются только где-то вечером, часов с 8. Я думаю, это уже будет успех. Вот. Поэтому, что касается культуры, вообще во всех странах Европы все это тоже вводилось не сразу. То есть, если даже возьмем сейчас все страны Европы, там максимальная доля переработки сейчас приходится на Германию, Австрию. Это примерно, ну, порядка 90 процентов, потому что там почти по всем фракциям они... Там очень много контейнеров, если кто-то был в Германии и видел. В ближайших у наших соседей Норвегии примерно 50 процентов жилого фонда. И на это нужно 15 лет. То есть, не нужно когда... Вот, например, у Роспотребнадзора был доклад два года назад. Вот там несколько лет в Петербурге и в Москве вводили раздельный сбор. Как он вводился, как говорил Райке, надо рассказывать отдельно с глазу на глаз. И, конечно, они сказали, что лучше сжигать мусор. Но, опять же, доклад не учитывает тех нюансов, что если сжигать весь мусор не отсортированный, то там класс опасности отходов повышается в два раза. То есть, опять же, сжигать есть смысл, но, опять же, что конкретно сжигать и зачем сжигать. То есть, если мы говорим об использовании энергии, один вопрос. Если мы сжигаем просто все отходы, то, как правило, вот то, что сдается, это зола. А на максимальной степени опасности опаснее только радиоактивные отходы и химические. И девать их некуда. Ну, и последнее, по поводу культуры. То есть, если мы постепенно начнем все это делать, если органы власти просто поддержат, и, главное, даже, я бы сказал, не то, что даже финансово, на самом деле. Мне кажется, МПК был бы важен больше даже какой-то ресурс, именно работа, ну, какие-то ресурсы, которые есть, в общем, у правительства области и правительства и мэри города. И постепенно, вот в Севердинске тоже эксперимент такой есть, если постепенно все вместе работать, потому что задача не сказать, что да, проблема с отходами, а проблема то, что нам всем объединиться и решить. Я думаю, через 15 лет я уверен, что 50% населения будут сортировать, потому что, во-первых, это закладывается с детства. То есть, вот нужно работать с детьми, даже если они в садике сортируют. Во-вторых, нужно вводить, конечно, какие-то штрафные санкции. Я в этом почти уверен, потому что политика «кнутая прянечка» ее никто не отменял. В Европе так. Ну, не рассортируешь мусор, там тебе такой счет придет. Поэтому и последний очень важный момент. Все говорят о повышении стоимости вывоза ТБО. Я думаю, что если все это делать, объясняя населением, зачем это делается, постепенно, не за год повысить там сразу в три раза, а как, вот скажем, очень хороший пример. Например, кто бы мог представить 10 лет назад, что у нас, например, капитальный ремонт будут проводить собственники жилья. Вот раньше бы за это убили бы на месте того, кто это сказал. Сейчас это уже введено все на федеральном уровне. Поэтому, если людям объяснять, зачем мы это делаем, если объяснять, куда идут отходы, зачем они перерабатываются, что у нас проблема с полигонами, что это все экономика, а не просто прихоть экологов и прихоть АМПК, то, безусловно, этот эксперимент дойдет до людей. Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Я думаю, мы еще не раз вернемся сегодня к обсуждению того, каким образом людей заставить или убедить в необходимости раздельного сбора мусора. Я хотел бы сейчас Александру Владимировичу передать слово как представителю власти, законодательной, потому что у нас, к сожалению, исполнительная власть здесь не присутствует. Но, тем не менее, я думаю, что Александр может нам такую государственную точку зрения высказать на возможности раздельного сбора мусора в Архангельске. Ну, я, как уже Дмитрий сказал, как раз и пришел, потому что тема очень интересная, я считаю, наш комитет ей занимается. И мы ее всячески поддерживаем. Я буквально вчера получил письмо от Архангельского мусороперывающего завода с предложением начать раздельный сбор мусора с Архангельского областного собрания депутатов. Я вчера переговорил уже с председателем областного собрания. Он эту инициативу также поддержал. Поэтому в ближайшее время мы соответствующие документы подпишем. И областное собрание в этом плане, в пример, всем жителям начнет уже показывать. Также я знаю, что Министерство природных ресурсов Архангельской области эту работу тоже ведет. Соответствующие документы направлены в администрацию Архангельской области. И все здания, которые принадлежат администрации Архангельской области, в ближайшее время тоже такая сортировка мусора начнет производиться. Поэтому в этом плане, то, что Дмитрий говорил, мы всю рекламу необходимую для этого готовы сделать и начать с себя в этом вопросе. Также хочу сказать, что в Северодвинске, в общем-то, такая работа уже давно идет. На сегодня существует в городе 7 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. В городе Северодвинске найден инвестор и в 2015 году должно появиться порядка 100 площадок по раздельному сбору мусора. Также остро стоит проблема по опасным отходам, в том числе артусь содержащим отходам, люминесцентным лампам. Управляющие компании должны заниматься сбором этих отходов. В Северодвинске они этим вопросом занимаются. В подъездах устанавливаются контейнеры, эко-контейнеры для как раз сбора вот этих вот опасных отходов. И такая работа ведется. Если вот к тому, что мы говорили, с жителями вести работу, также надо привлекать, конечно, управляющие компании к этой работе с ними и проще разговаривать. Они организованы, они все равно этой работой так или иначе занимаются. И я думаю, что у нас выбор, это, в общем-то, большого нет. У нас выбор либо зарасти в этих вот свалках и в мусоре, либо мы сами себя должны спасать. И то, что касается жителей и вести с ними работу. У нас есть вот, для примера, многоэтажные дома. Мимо них зачастую проходишь. И люди, вместо того, чтобы просто выкидывать отход хотя бы без сортировки в действующие мусорные баки, они их просто выкидывают в окно. И мы, наверное, с вами многие видим, когда мимо многоэтажных домов проходите. Там, особенно к весне, когда снег начинает сходить, такие горы, горы мусора. Не знаю, насколько приятно в этом жить, но, конечно, работу и с населением. Но когда мы поговорим про население, в общем-то, мы тоже здесь живем. Поэтому надо начинать, конечно, с самих себя, смотреть за порядком, смотреть за чистотой, воспитывать детей полностью, поддерживая подрастающее поколение. Возможно, мы в свое время в областном собрании проводили выездные уроки для детей в школах. Рассказывали о сортировке мусора, о необходимости этой сортировки, вообще о необходимости соблюдения чистоты в городе, поддержания чистоты. Поэтому тема очень важная, актуальная, и мы со стороны власти будем ее всячески поддерживать. Это я могу сказать из-за администрации области, из-за областного собрания. Это очень важно. Лариса Павловна, давайте послушаем Вас, как председателя жилищного кооператива. Как на Вашей площадке оказались эти контейнеры и как реагируют на них жители? Интересуется ли Вы? Вот тут для них то, что нужно, куда нужно. На нас вышел представитель Архангельского мусороперерабатывающего комбината с предложением организовать контейнерную площадку для раздельного сбора мусора. Идею мы поддержали. Первым доводом в пользу организации этой площадки было то, что эти контейнера, мусор из этих контейнеров будет вывозиться бесплатно. То есть это позволит... Уменьшить объем из обычного контейнера. Да. Уменьшить объем того мусора, который мы вывозим платно. Сомнения были, как это будет работать, но на удивление жители очень хорошо поддержали. Очень хорошо. То есть сейчас, когда жильцы идут на контейнерную площадку, практически все идут с несколькими пакетами. То есть к нам приходили представители прессы, общались с жильцами. И я слышала мнение жителей дома. Никаких сложностей, никаких трудностей это не вызывает. Отсортировать мусор. То есть практически полная поддержка жильцов. На удивление, первый контейнер у нас заполнился буквально вот в этот бесплатный контейнер за 4 дня. Поэтому если добавить еще просветительную работу, объяснять, для чего мы это делаем, я думаю, что это будет поддержано населением. Горис Павлович, а Вы не могли бы описать свой дом? Сколько там квартир, сколько людей живет? Ну вот, чтобы все понимали, может у Вас какой-то специальный дом? Может там люди отбирались по признакам экологического образования? Ну, в доме у нас 61 квартира и проживает порядка 150 человек. Дом не очень большой. Но я думаю, от количества проживающих это не зависит. Это зависит именно от отношения людей к этому. Очень хорошо поддержали школьники. На удивление школьники. Возможно, сейчас уже идет в школе какая-то экологическая программа, не знаю, у меня в семье уже школьников нет. Но дети взялись за это с энтузиазмом. Я думаю, что у нас среднестатистический дом. И вот эта идея, я думаю, что очень будет поддержана ТСЖ. То есть ТСЖ надо это предлагать. Тем более на этих условиях, что вот эти контейнера вывозятся бесплатно. То есть ТСЖ, там жильцы знают, за что они платят. Они видят это. Я думаю, что это будет поддержано. И еще один момент, чтобы уточнить экономику. То есть сейчас, в данный момент, управляющие компании платят за вывоз мусора, да? Правильно я понимаю? Если уменьшается объем обычного, скажем так, бытового мусора, то, соответственно, управляющие компании платят меньше и меньше денег взымают жильцов. Все правильно. То есть в нашем случае у нас один контейнер, который вывозится семь раз в неделю, так скажем, платный. Кроме этого, у нас раз в неделю наполняется желтый и раз в неделю наполняется синий. То есть, соответственно, два дополнительных вывоза в неделю у нас получается бесплатно. То есть для дома это большой плюс даже в процентном отношении посчитать. То есть процент экономик приличный. Вполне может быть, что ваш обычный зеленый контейнер для общего, для общих отходов, для общего ТБО будет вывозиться не ежедневно, а через день, например. Что тоже приведет к экономике. Конечно, конечно. То есть вот кроме просветительной работы, да, финансовая часть, я думаю, тоже имеет значение. Безусловно, конечно. Да. Мотивирует меня, конечно. Это молодец. Идея хорошая. Спасибо. И эта экономия, да, про которую мы все время завещались, она в конечном итоге отразится на том, что платят люди, на том, что платят сами жильцы. Правильно? Да. Уменьшит их расходы на платку, как мы говорим обычно. В нашем случае стоял вопрос о переполнении этого контейнера и об установке второго платного контейнера. Но поставив два бесплатных, мы эту проблему решили. То есть нам этого контейнера хватает. Анна Александровна, а много уже ТСЖ откликнулись? На данный момент нет. Мы предлагали управляющим компаниям Архангельска ТСЖ. На данный момент вот один реальный отклик, который уже работает, это в виде ПЖСК-блоку Ларисы Калничевой. Но мы ждем реакции. То есть это такой эксперимент своего рода, да? Ну это не то, чтобы эксперимент, это программа. Ну конечно она сейчас действует в тестовом режиме, мы хотим посмотреть, у нас и тоже есть, и своя экономика. Мы хотим посмотреть, как это все будет, экономически обусловлено. Ксения Николаевна, а как региональный Роспотребнадзор относится к такой инициативе в разделе Роспотребнадзора мусора? Разделение мусора по фракциям на стадии сбора в контейнеры позволяет использовать большую часть вторично, и это несомненно является полезным и для экономики, и снижается нагрузка на полигоны, и то есть благоприятно все это воздействует на окружающую среду. Но если говорить об организации системы, целой системы раздельного сбора мусора на территории Архангельска, то существует определенное санитарное законодательство, согласно которому для временного хранения отходов от населения, вот этого вторичного сырья, домоуправление предоставляет специальные помещения, которые располагаются изолированно от жилых зданий, или в подвальных, полуподвальных помещениях и мусорокамер жилых зданий. И в указанных помещениях вторсырье должно храниться раздельно по видам. Но так как у нас сейчас это пока пробный вариант, как бы пилотный проект, то допустима установка специальных закрытых контейнеров на общих контейнерных площадках жилых домов. Но необходимо учесть тот факт, что общее число контейнеров на площадке не должно превышать пяти штук и соблюдать периодичность вывоза отходов. Контейнеры и емкости для сбора отходов вообще по санитарному законодательству должны вывозиться ежедневно. Но учитывая тот факт, что это будет отсортированный чистый мусор, то есть либо пластик, стекло и бумага, не загрязненные, то допускается вывозить по мере накопления. Но все равно нужно нацелить и управляющие компании, и организации, которые вывозят мусор, на то, что не должно быть переполнения, захламления контейнерных площадок. У нас сейчас в городе с этой ситуацией большая проблема. Очень много к нам поступает жалоб от населения на несовременный вывоз мусора от управляющих компаний, на захламленные площадки и на дворовые помойницы. И вот цифры. Если в 2011 году поступило только 44 обращения, в 2012-м 82, например, за 9 месяцев 2014-го тоже уже 82 обращения. То есть это говорит, что у нас санитарная очистка по городу ведется неэффективно. И в связи с захламлением площадок, также у нас еще одна проблема возникает, это увеличение количества крыс на территории города Архангельска. Например, вот тоже цифры. Если в 2011 году поступило всего 23 обращения, в 2012-м 53, в 2013-м 152, за 9 месяцев 2014 года уже 133 обращения от жителей города Архангельска на заселенные с грызунами. И вот кормовой базой это как раз служат вот эти контейнерные площадки, которые содержатся в неудовлетворительном состоянии. По данному факту, значит, у нас, ну, проводятся назорные мероприятия, лица привлекаются к ответственности. И, кроме того, для улучшения ситуации, главным государственным санитарным врачом в Архангельской области издано постановление о проведении вот в ноябре-декабре сплошной директизации. Как мы знаем, она сейчас ведется. Организационные мероприятия возложены на мэрию города Архангельска. И, ну, мы надеемся, что вот раздельный сбор мусора, он поможет и решить проблему, с надлежащей санитарной очисткой города Архангельска, и как раз с снижением грызунов тоже. Спасибо, Ксения Николаевна. Давайте тогда еще раз тоже чуть поподробнее об этом расскажем. То есть, получается, что мусор, который отсортирован, он уже, то есть, его часть становится уже не просто мусором, а вторсырьем, да, она не представляет опасности для окружающей среды. Мы считаем, что условно чистой. Условно чистой. И, соответственно, его можно дольше хранить на площадках. Да, по мере предупрения, но переполнение, соответственно, не допускается. То есть, временно вывозить по мере накопления. Понятно. Спасибо большое. Я думаю, что Людмила Федоровна, наверное, как представитель САФУ, представитель науки, может рассказать о том, каковы перспективы раздельного сбора мусора у нас. Я слышал, что в Архангельске уже были на самом деле подобные инициативы, да? Да, такие инициативы я знаю, что были. И такой пилотный проект был в микрорайоне Майская Горка. Я не знаю, конечно, честно говоря, чем это дело закончилось. Это было в округе Варайон-Фактуриц, скорее. А, Варайон-Фактуриц. Это было в 2005-м, по-моему, или 2006-м году. Вот я помню, что такая ситуация была. Там тоже были такие положительные отзывы. Но вот чем этот пилотный проект закончился, честно говоря, я на данный момент не знаю. Нет, я могу объяснить, что жители очень хорошо реагируют. Вообще, жители, на самом деле, мы их недооцениваем. Мы всегда думаем, что у нас люди какие-то, как из каменного века. Они все готовы, многие, по крайней мере. Хотя есть, конечно, случай, о котором сказал как раз Александр. Но проект закончился тем, что если сейчас МПК взял на себя ответственность по вывозу отходов, то тогда МПК предложил мэрию оплачивать вывозы этих отходов. И мэрия отказалась. Потому что, как правило, все проекты провалятся не потому, что люди плохие, а потому что просто нужно... Не каждая компания готова возить за свой счет. Мэрия, как правило, в городах никогда не субсидирует вывоз этих отходов. Ну, кроме, может быть, сейчас Санкт-Петербурга, по-моему. Понятно. Все опирается в объеме. Все опирается в объеме. Я согласен, потому что, действительно, отзыв был со стороны жителей положительный. Да, да. Положительный. Но, как химик, я, конечно, поддержу проблему. Проблему вот этих ртутных энергосберегающих ламп. Это, мне кажется, вообще катастрофа. Потому что идет процесс такой, что нужно заменять обычные лампы на энергосберегающие, и в то же время нет возможности их утилизировать. Их просто-напросто... Либо нужно дома хранить, если они перегорели, да, либо их нужно собирать, что, по крайней мере, там, где я живу, этого не производится. Ни домоуправлением, нигде. И приходится, так понимаю, жителям выбрасывать это все в мусорные контейнеры, что не просто ухудшает состояние, там, самого мусора, да, качество его, но, тем не менее, еще и ухудшает экологическое состояние, потому что, если эта лампа разбилась, то пары ртути — это вот отравление окружающей среды. И медленное вдыхание этого отравленного воздуха людьми, которые вот живут на данной территории. Поэтому, конечно, я не знаю, как это возможно, но у меня иногда бы такая идея, почему бы не собирать эти лампы в тех магазинах, в которых их продают. Поставить коробку, принесли, положили. Можете несколько слов сказать? Вот у меня такая идея иногда появляется. Люди знают, я пойду покупать вот лампы, я пришел, положил перегоревшую, купил новую. В Северодвинске, в частности. Я знаю, что в Северодвинске что-то организовано. Да, они ставят контейнеры для сбора вот этих ламп в помещениях управляющих компаний. Там просто у мэрии, она активно ведет вот работу именно по работе с управляющими компаниями. И практически они работают согласованно. Да, у нас здесь этого нет, поэтому какой-то ток, и всегда какой-то должен быть выход. А это не опасно, вот в магазине, например, если поставить контейнер? Ну, если лампы не разбитые, целые лампы, и спереди аккуратно положите какую-то коробку, а потом это вывозить, естественно, это же не должно долго храниться. Потому что, а в управляющей компании, если поставить это в подъезде, я не думаю, что будет менее опасно. Потому что в подъезде, когда там, эта коробка просто стоит, если она будет стоять где-то в каком-то помещении, где можно зайти и положить, если это будет просто в подъезде стоять, то я не думаю, что это будет менее опасно. Потому что легко могут те же самые дети маленькие бегать, нечаянно что-то кинуть туда-то, разбить, и это еще хуже будет. Там они именно в помещениях управляющих компаний. Вот я и говорю, что только там, да, где-то. То есть в контролируемом месте? Да, да, да. Ну, а насчет того, чтобы, я хочу Дмитрия поддержать, насчет того, что действительно нужно какую-то воспитательную работу проводить, и как можно раньше, тем лучше, то, в принципе, может быть, попробовать обратиться к руководству нашего университета, чтобы, может, такие контейнеры поставить. Мы уже прорабатываем этот вопрос. Вот, потому что я думаю, что там можно, у нас же большой кампус получается, и есть учебные здания, есть общежития, может быть, сначала начать хотя бы с учебных зданий проводить, а потом что-то. Предварительно, согласие уже получено, осталось только динтально. Я думаю, что руководство бы не отказалось. Тем более, что студенты, они обычно охотно идут на всякие. Да, и я думаю, что у нас же есть еще студенты, которые готовятся как будущие преподаватели, учителя, поэтому можно, например, их тоже привлекать для какой-то вот такой рекламно-агитационной работы при прохождении им практик в школе. То есть давать такое задание, где они могут рассказывать это там, вот это хорошо, это плохо, сделать какие-то презентации, просто когда дать им задание, они тоже очень охотно на все это откликаются. То есть они довольно активные товарищи, поэтому я думаю, что это можно сделать. Понятно. А вот Вы, если опять не вернуться немножко назад, почему эта проблема с опасными отходами стала актуальна именно сейчас? Ведь у нас всегда были лампы дневного света, и всегда были там муртутные градусники. Но ведь, да, это было, и это действительно есть, и это продолжает. Но поскольку сейчас идет политика государства о том, чтобы заменить все обычные лампы накаливания на лампы энергосберегающие, а они все содержат ртуть, то я считаю, что это естественно... То есть вот каждое такое решение, оно должно быть подкреплено каким-то вот процессом та же утилизация. Иначе возникает вот какой-то такой диссонанс между хорошим и в то же время плохим. Ну понятно, у хорошего могут быть плохие последствия. Да, да, да. И когда реклама шла, идет о том, что да, это хорошо, это там, как его, сберегаем энергию, но с другой стороны нет разговора о том, что что с ними делать. Вот это самое страшное. Я считаю, что тут надо эту проблему как-то решать. В Архангельске нет ни одного пункта, куда бы можно было ставить такие лампы? В Сент-Лампе нет. У тебя есть только в Северодвинске. Я как раз несколько слов хотел сказать, как раз прокомментировать все, что вы сказали по пункту. По поводу управляющей компании. У них вообще в обязанности есть прием от населения, управляющей компании, прием вот как раз отработанных, получается, там, батарей, ну, в общем, всех опасных отходов. Но для этого у них не заложены бюджеты. То есть это надо иначе либо... Поэтому, может быть, Северодвинске просто додатируется, либо просто ответственные, там, руководители управляющей компании, которые готовы это принимать. Они, по идее, по закону у нас обязаны это делать. Подождите, то есть давайте вот. Я как жилец обычного дома, у меня перегорела такая белая лампочка, которая всегда говорит белый свет. Мы позвонили в управляющую компанию, по идее, они должны у вас ее принять, а потом они должны централизованно это сдать. Опять же, кто контролирует, сдают ли они их? А вот кто это контролирует? Потому что... Во-первых, если вы говорите, что это заложено им, как бы, уменьшает свою обязанность, но при этом нет финансовой поддержки, значит, они скажут, да, мы будем это, но мы вдобавим это в вашу оплату квартплаты, да? Вот так ведь будет? Я считаю, как-то... Потому что это же надо куда-то увезти, утилизировать, это же тоже не бесплатно делается. Это будет включено в тариф, который должны утвердить собственники. И тут возникает вопрос, а захотят ли они, как бы, это на несколько копеек, но увеличивать этот тариф? Для них это... Я согласна. Проще выбросить. Плюс у нас, у нас вот в Архангельске есть один пункт приема, кстати, я вот сделаю рекламу, пусть люди, может, кто-нибудь посмотрит. В Архангельске, получается, правоохранный центр на Котласка 5. Но они вот и принимают, например, сберегающие лампы, мы звонили в Северодвинск, но мы уточняли, какой объем они готовы принимать. Вот если, например, собирать здесь и отвозить Северодвинск, какой объем они готовы принять, пока они сказали, что даже 50 ламп они так задумались от нас. Это в месяц. Ну, например, да. Поэтому, в чем еще сложность с энергосберегающими лампами? По санпинам их нельзя собирать, их там особые условия, какие-то коробки должны быть. Но я знаю, что в крупных городах, на самом деле, собирают в обычные вот эти экобоксы большие, металлические. Я проверял и в Икеа, и там нет никакой специальной там подкладки какой-то, чтобы там смягчать удар от падения этой энергосберегающей лампы. Я не могу сказать, что мы прям там массово принимаем. Ну, мы вот в месяц отправляем две пятилитровых бутылки, вот то, что мы на своих мероприятиях, это собирают. Мы через людей, которые отправляются в Петербург, в Москву, через транспортные компании, с которыми мы договорились, они просто их отвозят. У нас есть идея, как раз о которой я хотел Александру сказать. Может быть, есть смысл было собраться отдельно уже в рамках какой-то рабочей группы. У нас есть идея, и мы даже готовы непривлекать, наверное, почти государственных денег организовать пункты приема батареи, конкретно в магазинах, в торговых сетях. И вот, например, в САФО. Там же тоже их надо, это вот, по идее. Там санкинов нет на батарейке. Это то везде, тоже все везде выбирасывается, это же тоже... Да-да-да, потому что понятно, что когда она разлагается на полигоне, это, конечно, кошмар, какие там последствия. Конечно. Там десятки квадратных метров. По поводу, значит, пунктов приема, единственное, что если будет, конечно, это все организовано масштабно, то единственная, какая помощь нужна будет, нужно продумать логистику, потому что сейчас мы можем позволить себе отправлять в месяц две пятилитровые бутылки. Нужно понимать, что это не прямой договор ЭТОСа и компании, например, Медиамарт, которая единственная в России имеет соглашение с предприятием Мегаполис Ресурс. Это единственное предприятие в России, занимающееся утилизацией использованных батареек всех типов, кроме автомобильных, по-моему, аккумуляторов. Они все утилизируют, перерабатывают, потому что там тоже можно использовать вторичную часть ресурсов из батареек. Так вот, мы, получается, отправляем просто вот этот автомат, и там человек поштучный, это все выбрасывает. То есть это тоже сложно. Если, например, это будет в большом количестве, нужно продумывать, чтобы это как-то было, чтобы это было реально сделать. Потому что очень важно, лично для меня, я думаю, для всех собравшихся, когда мы это делаем, очень важно, чтобы это не пошло на свалки. Потому что все официально знают, что в Архангельске вот одна торговая сеть собирает батарейки. Когда я спросил, куда они их отправляют, они сказали, в Петербург. Где в Петербурге, я спросил у всех общественных активистов, где там пункт переработки, мне ни одного не назвали. Вот в Челябинске единственный. Куда они отправляют? Вот, как говорят, терзают смутные сомнения меня, куда они вообще все это девают. Там во многих местах сейчас собирают батарейки. Да, но куда они отправляют, непонятно. То есть я, например, логистики у них четко ни от кого не узнал. И они в... То есть единственное знание, это Медиамарт и Эки. Они точно отправляют, у них есть соглашение. Причем, говоря об экономике, кстати, очень важно, что, например, сейчас позиционирование предприятия или компании, как социально-экологически ответственной, дает ей экономический эффект. Вот, например, приведу пример торговости и Медиамарт. Они в России запустили в прошлом году, по-моему, компанию по сбору батареек и всего прочего. И они разместили финансовый отчет, которым готовил независимый аналитик, что они потратили бюджет в 3-4 раза меньше, а количество упоминаний то же самое. И они ничего не писали, какая хорошая сеть, какие мы товары продаем. Они просто написали, мы принимаем батарейки, написали всю логистику. Все. Упоминание количества компаний в СМИ состояло такое же, как если бы они потратили в 4 раза больше денег. Поэтому это нашим предприятиям, ну, компаниям на заметку. А по поводу решения проблем опасных отходов, я думаю, надо было собраться отдельно и подумать, как это возможно. То есть здесь можно действительно привлечь средства именно тех торговых сетей, где будут располагаться эти эко-боксы. У нас есть опыт Ярославля, причем студенческая организация проект Дела, они тоже у нас были на форуме гражданском. Эко-бокс называется организация. Есть опыт Санкт-Петербурга. Если просто для начала вводить пилотный проект, то участие финансового правительства области и мэрии будет вообще минимальным. Там 2000 рублей, не знаю, может быть, максимум сколько им потребуется. А когда мы будем выходить на большие объемы, там уже нужно думать об установке больших контейнеров. И это уже будет, конечно, повышение затрат. С учетом того, что все социальные программы урезаются, нужно думать, как это все сделать, потому что, в принципе, мне кажется, если вот это делать в кооперации, это все гораздо проще сделать. Ну да, я думаю, что тут и средства массовой информации, и Архангельский, и удовольствие подключиться к этому. Давайте сейчас поставим точку и скажем еще раз громко и четко, вот если у кого-то существует необходимость не выбросить люминесцентную лампу или батарейку в мусорку, а сдать ее туда, где она будет переработана. Единственные варианты в городе Архангельске сделать это, отнести... Значит, получается, либо прийти на акцию молодежно-экологической реакции ЭТОС, либо... Где вас найти? Нас можно идти... Нас очень сложно идти, потому что наш адрес очень запутан. И Смольный Буян, 18, корпус 3, строение 1, в общем территория 36-й школы. Если что, можно идти на сайт ЭТОСа и позвонить по телефону, мы всегда отвечаем. Можно идти в ВКонтакте, Дмитрий Нейстров. В общем, любым способом мы готовы принять. Это не проблема. Главное просто, что по две батарейки не смысл собирать, а занимают они очень мало места. Поэтому лучше всего собрать, например, со всех родственников и нам это передать. По поводу люминесцентных ламп. Я советую обратиться еще в Архангельский природоохранный центр, Котлас Ка-5. Можете ввести в интернете, там есть телефоны и связаться с ними, потому что от физлиц они принимают и градусники, и люминесцентные лампы, и вот прочие опасные отходы. Поэтому... Или ввести в Северодринск. Там все хорошо. Если... Но предварительно лучше позвонить, потому что всегда нужно знать. Это как раз, по-моему, природоохранный центр, кстати, имеет представительство, по-моему, кстати, тоже и в Северодринске, если не ошибаюсь. Хорошо. А то, что касается нашего вопроса, я считаю, здесь надо идти, начинать, по крайней мере, его решать, как вот мы, в общем-то, и начали, через государственные и муниципальные органы власти, где, как вот и в Северном Университетском федеральном университете, где есть один руководитель, который может дать поручения всем контролируемым им подразделениям, и они все пойдут выполнять это поручение и устанавливать соответствующие контейнеры. Потому что в домах, в домах, конечно, тяжелее, еще особенно тяжелее, мне кажется, в тех домах, в которых есть мусоропроводы, чтобы, вот если мусоропровод нет в пятиэтажных домах, они же ходят в контейнеры, им как бы все равно, куда, а те, кто развращены мусоропроводом, да, все в кучу скинуть, и даже в таких домах, вот правильно говорят, что находим некоторые вещи, там, вплоть до коробок от сметаны, которые... Нет, я думаю, вот администрация области, мэрии городов, муниципальные предприятия, которые у нас на территории работают, надо с них начинать, и когда уже там работа будет проведена соответствующая и найдет, начнет уже этот проект свое осуществление, параллельно можно решать вот эти вопросы с управляющими компаниями, вести работу из населения. Уже будет пример. Да. Ну, потому что, да, органы власти там все равно большой количество людей проходят. Да, конечно, и пример будет, что вот у них работает все это все. И, в общем-то, я считаю, то, что касается управляющих компаний, с ними можно работать также через мэрии наших городов, потому что, так или иначе, все равно они прислушиваются. Мы обращались не во все округа, я обратилась, но в Ценвак-Цавриский, в Ломоносовский округ, по-моему, вокруг Майская горка, я обращалась к замам округов, рассылала им предложение о том, что мы внедряем эту программу. Они, кстати, это имело отклик, по крайней мере, устный, то есть люди эту информацию восприняли очень положительно и обещали также эту информацию о вводе раздельного сбора в Архангельске распространить среди управляющих компаний, которые им подчиняются. Но вот эта работа, она была проведена, на самом деле. А с мэром-то города вы разговаривали? Ну, я сейчас точно вам не скажу, я не помню, это было в июле месяце, у меня это записано в других источниках. Надо по идее начать с мэрии города, переговорить как раз с мэром города, сказать, что есть вот такой проект, как я вчера сделал, я сразу переговорил с представителем в основном собрании. И Минприрода там занимается этим вопросом также вот через заместителя губернатора через Андронова Алексея Константиновича, чтобы он дал соответствующее поручение. Поэтому и здесь надо переговорить просто с Виктором Николаевичем Павленко, сказать, что есть вот такой проект в городе, планирует осуществляться. Он просто, я думаю, с удовольствием его поддержит, просто даст указания во все округа. И это быстрее будет решаться просто этот вопрос, чем вы будете им писать письма, они вам там будут отвечать, будут думать, как внедрять, не внедрять. Надо, я и говорю, вот муниципальные, государственные органы власти, надо просто идти, разговаривать с руководством. Я думаю, все с удовольствием это будет поддержано и внедрять. Там проще всего, по крайней мере, начать. Северно-Арпийский федеральный институт тоже поговорить с ректором и сразу получить поддержку. Там уже получена поддержка, работа проведена. Здесь надо обязательно с мэром, я считаю, переговорить. Очень здравая и хорошая идея. Я думаю, будет и населением приветствовать. Ну да, то есть, очевидно, что все за, только нужно наладить механизм, нужно наладить систему. Мы готовы всегда вам помочь. Спасибо. Если вам надо будет, как-то тут. Хотя, я знаю, что у нас, смотри, это доступные у нас начальники, все всегда. Спасибо большое. Я хотел бы еще дать слово Анне Сергеевне Леонтьевой, инженеру-экологу Архангельского мусороперерабатывающего комбината. Если это в вашей компетенции, Анне Сергеевне, вы не могли бы рассказать, что, собственно говоря, происходит вообще? То есть, какова жизнь мусора после того, как мы его выбросили? И почему лучше его сортировать? Ну, скажем так, если мусор попадает в общий бак вместе с пищевыми отходами совсем, то загрязнение вторсырья получается от пищевых продуктов намного больше, ежели мы это рассортируем. Я вас говорю, вторсырье – это все, что можно использовать еще раз. Еще раз, то, что можно переработать и еще раз использовать. В общем, отходы забираются специализированным транспортом, привозятся на мусороперерабатывающий комбинат, поступают на сортировку, сортируются на фракции операторами, вручную. У нас это все сортируется. В России только вручную сортировки, это только за границей бывает, где уже раздельный сбор введен достаточно сильно, большая часть мусора привозится раздельно, там уже есть автоматическая линия. У нас в России такого нету, потому что мало где используется раздельный сбор. Разделяется на фракции, в зависимости, пластик отдельно, алюминий отдельно, бумага, картон, по видам бумаги разделяется, бумага, не просто там вся бумага вместе, а тоже по маркам разделяется. Все запрессовывается и поступает на переработку, на глубокую. Еще хотела бы сказать по поводу таких более глобальных проблем, которые связаны с экологией. Именно Архангельска. Да не только Архангельска, это вообще, скорее всего, Россия в общем. Но здесь скажем, что про Архангельскую область. Это несанкционированные свалки, которые у нас всегда весной, не только весной, и везде мы видим, когда всплывают. Просто весной это более заметно. Скажем так, с 2011 года лицензия на сбор и транспортировку отходов отменена была. С 2011 года произошел большой рост компаний, которые занимаются транспортировкой отходов, потому что на это лицензии нет. Они приезжают, забирают контейнер и вывозят на свалку без сортировки, без всего. Это никак не контролируется. Подовезли они до свалки, заплатили они за свалку, выгрузили. Или выбросили на ближайшую полянку. Либо есть организации, их немного в Архангельске, которых в свое время раньше начали до 2011 года работать, получили всю документацию на это. У них специальный спецтранспорт, отвечают всем нормам, и они вывозят. Точно люди знают, что они вывезли к себе. Допустим, мы переработали, другие организации на свалку, у них есть договора. Это все очень прозрачно в таких организациях. Просто здесь ситуация какая? Для ликвидации несанкционированных свалок выделяются большие средства из бюджета. Для ликвидации несанкционированных свалок. Мы предлагаем для решения этой проблемы немножко усилить контроль над деятельностью предприятий, которые являются перевозчиками отходов. Если будет больше контроля, не давления, а контроля, то количество несанкционированных свалок уменьшится. И, соответственно, нужно будет на них деньги выделять для того, чтобы их ликвидировать. Это будет экономия городского бюджета и вот эти деньги можно уже на экологическое образование потратить или на какие-то другие нужды города. Насколько мне известно, раньше существовала такая система, что каждый водитель, это его мусоровоза, у него был специальный калончик, кветочек, который он должен был именно на свалке отмазать, или на комбинате. А Роспотребнадзор осуществляет какой-то контроль за этими делами? В управлении осуществляет надзор в рамках 294 федерального закона, то есть в рамках плановых проверок, когда мы проверяем конкретные объекты, и по жалобам от населения. Но это когда конкретно есть конкретное лицо, конкретная управляющая компания, которую там можно проверить. несанкционированные свалки, это уже существует, во-первых, 131 федеральный закон об органах местного самоуправления, 89 федеральный закон об отходах производства, согласно которым деятельность по сбору и вывозу отходов должна заниматься органами местного самоуправления. Это их прямая компетенция, их прямая обязанность. То есть они должны контролировать и работу управляющих компаний, и эти несанкционированные свалки, то есть они должны проверять территорию и ликвидировать данные свалки. Это их прямая обязанность. Давайте еще раз для наших зрителей, для простых горожан, для простых граждан поясним, что органы местного самоуправления это муниципалитеты, грубо говоря, это местные депутаты. То есть по несанкционированным свалкам нужно обращаться в администрации округов или в мэрии города Архангельска, чтобы они принимали меры. Мы считаем, что количество несанкционированных свалок растет именно из-за того, что существуют недобросовестные перевозчики отходов. Вот у меня есть некоторые цифры, то, что касается 2011-2012 год, я специально передачу готовился, взял свой. В результате проведенных осмотров, также в рамках работы комиссии по явлению мест несанкционированного размещения отходов в 2011 году было обнаружено 776 несанкционированных свалок, в том числе на территории города Архангельска 273. В 2012 году обнаружено 404 захламления, в том числе город Архангельск и муниципальное образование Приморский район выявлено 253 свалки. На территории муниципальных районов области выявлено 151 захламление, Кустьянский район 51 захламление, Котловский муниципальный район 47 захламлений, Холмогорский район 53 захламления. Информация о неприятии мер по ликвидации органами местного самоправления несанкционированных славок передается в органы прокуратуры, которые в свою очередь готовят иски в суд о защите интересов неопределенного круга лиц к администрациям соответствующего муниципального образования. Так, в 2011-2012 год было принято 8 судебных решений, которые вступили в силу об обязании администрации муниципальных образований ликвидировать несанкционированные свалки. Так, это пока у нас... Это уже официальная информация, сколько там очень неофициальная. И даже эта статистика довольно печальная, потому что если сотни несанкционированных свалок и 8 судебных дел, которые еще неизвестно, как будут исполняться эти судебные дела, конечно, свалки-то выигрывают, мягко говоря, в этом матче. Можно вопрос, какие штрафы предполагаются за эти нарушения? Кто-нибудь может ответить? За что именно? За несанкционированную свалку? Я думаю, что Ксения Николаевна может сказать. У нас, то есть, мы применяем меры днестремления действия конкретным юридическим лицам. Если есть лицо, чья это свалка, тогда есть и меры. Если не санкционированы свалки, то есть, это уже не наши компетенции, это, наверное, больше бы уже Росприроднадзор подсказал, у нас есть статьи и по 8.2 кодекса об административных правонарушениях и 6.3, ну 6.3 это 10 тысяч, 8.2 это 100 тысяч, это на юрлицо. Но это в том случае, если лицо обнаружено, чаще всего уже никто не признается. Собственненько нет. Примерно к вопросу о 8.4-м решении. А вообще в области вообще никакой работы нет. В Виноградском районе, когда едешь, они вот все честно говорят, что им некуда вывозить мусор, они его просто в лесу захоранивают соседям. То есть, они говорят, что это вообще проблема организации еще и в области. То есть, мне кажется, на самом деле, это может быть странный пример, но когда я разговаривал с жителями поселка Хетово, где недавно открыли, если может быть, слышали, там био... в общем установку по котельну, которая на биотопливе, на остатках при заготовительной промышленности. Я разговаривал с людьми, которые там живут, и это люди, знаете, не самые экологически ориентированные, они говорят, да, конечно, мы разделяли, а куда нам его девать-то? Говорят, в лес-то не пойти. То есть, помимо того, что мусор, он влияет на здоровье, это уже официальные исследования были в Великобритании, в США и в Швеции проведены, что если ты проживаешь примерно в двух километрах от полигона захоронения, то, как правило, рост различного вида заболеваний, в том числе онкологических, они на проценты выше. Это уже точная информация, потому что там маленькие территории, там это проще гораздо отследить. То есть, здесь еще и эстетический эффект, но вот вы сами понимаете, почему сейчас очень популярны эти приборки, потому что людям уже негде отдыхать, все везде загажено, вот мы с Ириной Николаевной разговаривали, как раз, Катарина, по поводу Беломорья, да, все загажено. То есть, мы вот, это, мы же, там не, знаете, у нас не бюджеты, чтобы там привлекать людей. То есть, вот сколько есть людей, столько мы пытаемся прибрать. Причем, в 15-м году обещаем раздельно и все сдать на МПК. Кстати, вот в марте еще небольшой рекламой будет ЭКО-баттл 3-й. Так вот, значит, в чем проблема еще, почему у нас в приеме полигоны большие, все время разрастаются полигоны и не санкционированные свалки. У нас, во-первых, раздельный сбор будет развиваться медленнее, пока мы не примем закон, это, кстати, вот как раз Александр хотел сказать, как законодательная инициатива для федеральных, вот в том числе и как положение федерального органа власти, хотя вот я понимаю, что только региональный вы отвечаете за субъект, у нас ввоз на полигон в два раза дешевле, чем переработка, примерно. Ну, это по всем регионам. Вот на форуме, там, Денис Старкс про Петербург говорил, мы говорили про Архангельск. Поэтому в Архангельске мусороперерабатывающие комбинации, мусоросортирующие выживают только те, у кого под боком полигон. Потому что очень важно, что вы же отсортируете и остается. И если вам нужно будет далеко это вести, это очень затратно. Почему вот эта вот концепция, которая была принята или стратегия в прошлом году, в СГМО проходила конференция правительственная, и там приняли какую-то концепцию, которая вот общаясь, в общем, там было придумано, что нужно сделать один общий полигон на три города, а за счет средств бизнеса организовать раздельные линии. В общем, эта концепция, судя по тому, когда я слушал представителей Министерства свободных ресурсов, она мало пока мне представляется выполнимой, потому что, во-первых, с этими пробками, как это будет все выглядеть. То есть я спрашивал представителей компаний, которые занимаются закупкой второсыря, они вообще не понимают, как эта схема вообще работать будет. То есть теоретически она существима, но практически это очень сложно. Поэтому в идеале, наверное, маленькие сортировочные линии было бы выходом, чтобы управляющим компаниям, чтобы тому, чтобы жильцам было выгоднее заплатить за переработку. Может быть, это должно субсидировать часть государства. Чем вывозить? Маленькие сортировочные линии на полигонах? Например, переработка с полигонами в каждом городе, да. Да, да, да. То есть в любом случае количество отходов при введении баков, при сортировке, особенно если удалять пищевые отходы, там количество извлекаемых сырья, ну 70% можно. Ну, это на самом деле не так сложно, потому что главное начать. То есть у нас вот вечный страх, потому что на самом деле мы ничего не делаем. Вот по поводу людей, как только большинство будет делать, стадное чувство подтолкнет их разделять. Ну как-то и негоже, знаете, не разделять, когда все соседи это делают. Поэтому это вот очень важно, это психологический момент. Поэтому законодательные инициативы тоже должны быть. То есть необходимо на федеральном уровне, это сейчас разрабатывается, но вопрос в том, что есть еще лобби. То есть, например, вот ответственность производителя за утилизацию или точнее переработку, вот, например, пластиковой тары. Многие годы Кока-Кола блокировала этот закон. На федеральном уровне, потому что там действительно это огромная корпорация. Поэтому вот чем больше людей будет знать, зачем это делается, зачем это принимается, потому что это, решать проблему нужно в комплексе. Нельзя их решать только и сказать, что а МПК, ЭТОС, вот вы виноваты, что вы там, люди не сортируют мусор, они все свиньи, вот как вы так, ну, зачем вообще тогда его вводить. То есть, если мы не будем подходить комплексно, а это получается законодательная власть со своей стороны, исполнительная власть, общественные организации и представители бизнеса, поэтому мне очень приятно, что здесь, в принципе, все выражают очень здравые идеи. Если все это будут понимать, если как, чем больше будет таких круглых столов, науки, Роспотребнадзора, все обсуждали и понимали, что, в принципе, все смотрят в одном направлении и понимали, что нужно сделать, мы догадываемся. Да, можно. Я думаю, все понимают, что это хорошее дело, ведь вопрос-то в экономику упирает. А экономика тоже здесь вполне объясняется. Вот я им пока скажу, что если у них будет по городу пункты стоять, все это выгодно будет. Почему-то думают, что вторсырье оно стоит бешеных денег, на самом деле нет. Просто суть в том, что в объемах вторсырья. То есть, если я говорила о том, что на мусороперерабатывающий кабинет поступает 10% от всего объема ТБО города Архангельска, соответственно, мы отсортировываемся. А если бы поступало, ну, представим, что весь объем ТБО поступает на МПК, сколько было бы извлечено полезной фракции вторсырья, соответственно, мы бы, конечно, получили свою выгоду. То, что сейчас, ну, это так. У нас, кстати, основной проблемой в системе обращения отходов на территории области является отсутствие как раз промышленной сортировки. И у нас получается, что большая часть отходов, которая являлась бы вторичным сырьем, поступает на полигоны Архангельской области. И это является сегодня таким традиционным методом утилизации вообще отходов. А в Архангельской области эксплуатируется только 7 полигонов бытовых отходов на всей территории области. Это Коряжма, Котлас, Новодвинск, Северодвинск, Мерный, Ленский и Плесецкие районы. Во всех остальных населенных пунктах свалки отходов не соответствуют санитарным, экологическим требованиям и нормам. Или это не санкционированные свалки отходов. Поэтому губернатором было в прошлом году, по-моему, подписано конституционное соглашение с компанией, которая готова была на три города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск построить мусороперерабатывающий сортировочный завод, но до сих пор, и они готовы были инвестировать миллиард рублей в мусоропереработку, но до сих пор мы не смогли им предоставить участок, где бы организовать этот полигон. Потому что сначала у нас пришли депутаты из города Новодвинска и стали говорить, ой, только не под Новодвинском, у нас все население против. Потом значит нашли вроде место у Северодвинска, но там недалеко от территории дачного поселка, там значит наши дачники тоже сказали, что нет, мы здесь не хотим, чтобы у нас под боком размещалось такое предприятие. И соответственно до сих пор не найдено участок Министерства обороны, какой-то участок найден, до сих пор ведутся переговоры с Министерством обороны, выделят они этот участок или не выделят. А в результате это что мы имеем? Архангельская свалка закрыта 4 года назад, она закрыта по решению суда, фактически мы ее не можем эксплуатировать. Северодвинская свалка горит каждое лето, и весь этот дым идет и на город, и в сторону области, и она заполнена практически на 90%, то же самое происходит и в городе Новодвинске. То есть на сегодняшний день с одной стороны у нас население вроде не хочет размещения какого-то современного полигона на территории Архангельской области, с другой стороны мы живем в ужасных экологических условиях и медленно превращаемся в Индию, где в Индии считается, что мусор делать какие-то свалки для этого это значит раны на теле земли, поэтому просто все выкидывают в окно, поэтому там везде вот так все валяется и мы медленно в общем-то это не раны, это не раны, и мы в общем-то это типа как бы экологически чисто, и мы в общем-то медленно в Индию с вами превращаемся, то есть в свое время мы отказались от атомной станции, тоже мы боролись за экологию, сейчас мы отказываемся от современных форм сбора мусора, а потом мы говорим о чем-то мы плохо живем, у нас мусор везде, у нас предприятие останавливается, но мы сами как бы не хотим двигаться вперед и не хотим идти в ногу со временем, я считаю то же самое это и мусор касается, поэтому мы медленно им зарастаем. Понятно, в общем мало места в Архангельской власти, нет кусочек земли и до сих пор у нас есть еще этот инвестор Котов, и вот все соглашения же подписан, но мы с муниципальными образованиями не можем найти пока общий язык по месту размещения этого полигона. А он сортировать готов получается? Да, да, да. А вот представители института, Роспотребнадзора, законодательные власти, а можно ли разместить вот эти вот мусороперерабатывающие линии рядом с теми имеющимися уже свалками, которые там закрыты, законсервированы, и тогда не нужно выделять отдельного земельного участка, поставил линию, поставил там людей или кого, да, как это у вас организовано, и они начинают перерабатывать то, что вот там складировалось. Это вот реальная линия или это утопическая? Мне кажется, это утопическая идея, потому что, ну, нужно представлять, как выглядит комплекс мусороперерабатывающий, мусоросортировочная линия. Это, ну, грубо говоря, завод, предприятие, конвейерная линия, определенные условия. Между тем, они еще готовы были, во-первых, современное оборудование, да, машины, переработка, современный новый полигон построить, в это инвестировать, и плюс еще и рекультивировать свалки, которые сейчас у нас существующие, и мы от этого, в общем, получается, отказываемся. Миллиард рублей инвестировать в Архангельскую область на сегодняшний день не каждый готов. Да мы уже проводим их постоянно, эти круглые столы с администрацией области, сколько мы уже встреч проводили. И нас все, и нас ведь все, нас ведь все поддерживают с этим проектом, да, но между тем, как только мы доходим, где мы его начинаем размещать, мы украинцы... Ну, потому что мало кто верит, что это, во-первых, во-первых, людям надо объяснять, как это будет выглядеть, да, потому что, когда мы говорим, что современный мусороперерабатывающий там завод, все представляют, что это свалка очередная, которая будет у тебя под окном. И труба, из которой черный. Все слышат слово мусор. Да, да, и это все будет загрязнять опять реки, мусор, и никто не представляет, как это будет выглядеть. И я считаю, здесь есть недоработка, что надо просто людям объяснить и показать, как это будет выглядеть на самом деле. И вот до этого, почему-то, мне кажется, тоже в том числе руки не дошли. Поэтому люди, вот у нас, в частности, по Новодвинске, пришли все новодвинские депутаты, мы категорически против, вот у нас поручение населения, мы, значит, будем против. Но в то же время, вашу свалку это тоже скоро закроют. И как вы там будете жить в том же Новодвинске? Новодвинске. Вам нужно стоит публичная презентация. Я, например, ни разу не видел никакого проекта, потому что все, что я слышал, это было настолько разрозненно, что я вообще не понимал, что это... Конечно, я считаю, что здесь есть недоработка именно вот и публичная презентация. Ну, чтобы люди визуально представляли СМИ, если написано. Да, и объяснение людям, чтобы я тоже об этом говорил, и с администрацией области, чтобы все-таки инвестор приехал, и... Сейчас на этом остановимся, обсуждением этого проекта. Очень интересная идея с презентацией. Я думаю, тут СМИ тоже могут подключиться. Пожалуйста, коллеги и журналисты, еще ваши вопросы. У нас 20 минут осталось. У меня только пожелание. В январе, ну, может быть, после новогодних каникул, во второй половине января или в начале февраля устроить презентацию на площадке длины информ. С приглашением этого инвестора, с приглашением всех заинтересованных сторон, с приглашением, с большим приглашением СМИ, потому что, если СМИ об этом не напишут, не покажут, не расскажут, то население, на население, так эта информация и не дойдет. Не услышит, не прочтет и не увидит. С удовольствием. Я переговорю еще раз с Министерством природных институтов Архангельской области, чтобы они связались с инвестором и еще раз... Чтобы там просто, не просто на словах, а чтобы действительно это было как-то показано картинкой. Да, да. Да, да, картинкой, что-то было. Даже, да, технологически, чтобы они рассказали, как это будет выглядеть, еще раз поговорить. Более того, там есть ведь еще определенные федеральные требования, вот вроде смотришь, Архангельская область, огромная территория, а потом, когда они начинают подходить, рисовать свалки и круг вокруг этой свалки, и начинается... Такое-то расстояние должно быть аэропорта, такое-то расстояние от линии электропередачи, такое-то расстояние от воды, и когда эти все круги начинают рисовать, мне кажется, что места-то не так на самом деле и много, где это можно разместить. Вот у нас, в общем-то, и обсуждалось буквально несколько участков, и вот один сейчас, еще говорю, в стадии обсуждения с Министерством обороны. Если там решится, а так, как нам говорят, разместите, ну там, в любом месте, в лесу, то тогда наступает экономически невыгодная составляющая для инвестора, правильно? Вот, и Дмитрий говорил, это же надо довести туда еще этот мусор. А так мы бы решали как раз хотя бы с нашими, вопрос с нашими центральными тремя городами, Арханисто, Новодвинск и Северодвинск. И это очень актуальный вопрос, я вот все равно, значит, считаю, что надо, надо эту тему продолжать, сделать нашу, и область, и город, и чище. Действительно, вот в лес ведь заходишь, уже тоже все везде мусором завалено. Поэтому очень я вам благодарен, что вы нас пригласили, очень актуальная тема, очень актуальный круглый стол, и надо продолжать нам бороться за чистоту наших городов и областей. Давайте вернемся к вопросу отношения населения к раздельному сбору мусора. Я стараюсь собирать мусор раздельно, да, но у меня его не очень много, но всегда возникает вопрос, во-первых, куда девать, да, вот у тебя лежит отдельно бумага, вот у тебя там бутылки из-под молока лежат отдельно, а батарейки мы уже выяснили, куда везти. Но я думаю, что очень многих отпугивает все, что связано с пищевыми отходами, например. Я, например, помню еще, как в советское время пытались внедрять… Собирали пищевые отходы. Да, собирали пищевые отходы. Это было довольно неэстетично и так, я бы сказал, мерзопакостно, да? Да, да. Может быть, людей еще вот это вот отпугивает? Дмитрий, что говорит практика? Да, разные способы. На самом деле, конечно, можно сказать, самый простой для ленивых это просто выбросить в биоразлагаемом пакете, в идеале, конечно, и это все пойдет на полигон, где, в принципе, будет просто разлагаться. То есть, эти отходы разлагаются, пусть и с образованием метана. Поэтому, там, если знаете, когда рекультивация полигона происходит, там, большие специально такие, как бы, как трубы вставляют, чтобы метан мог выходить, иначе там… Да, может просто произойти взрыв. Поэтому, это самый простой способ. Если у вас на даче, то это же гумус. Тем более, сейчас вот у нас есть идея, которую я услышал, может быть, кто-то слышал тоже. Эти калифорнийские черви, которые там в два раза продуктивнее. У нас просто на участке есть возможность, мы хотим просто попробовать, что из этого получится, какой гумус и все остальное. У нас просто пищевые отходы, мы на участке как бы захораниваем, потому что они разлагают достаточно быстро. В многоквартирных домах, конечно, я думаю, что единицы пойдут закапывать это там где-нибудь в землю. Поэтому, самый простой способ я назвал. И на самом деле, если это будет сделано, мы решим уже большую часть проблем, связанных с раздельным сбором. Потому что они, вот эта вот грязь пищевая, она и пачкает, собственно, все остальные отходы. И гнигения происходят. Да, да, да. Поэтому, конечно, что касается условий, мы, конечно, в Архангельске не очень хорошие условия представляем населению, честно говоря. То есть, говорить о том, что там будет, как, например, я видел и слышал, ставят специальные такие, как бы, контейнеры с этими, где это все пищевая. Там капостеры. Да, да, да. То есть, вот домашних условий пока для Архангельска это, конечно, маловероятно. Потому что это, во-первых, еще люди не готовы, им хотя бы к раздельному сбору подготовиться. И у людей, конечно, возникает на самом деле ступор. То есть, они хотят, но им действительно некуда зачастую нести. Поэтому для начала просто, вот это очень важно, прям прописать. Хотя бы просто выбрасывать только пищевые отходы и неразлагаемые. Зачем, неперерабатываемые. А непищевые отходы и то, что может быть торс-рюм? Точнее, именно то, что именно на данный момент принимается предприятиями и пунктами приема в Архангельске. Частливее, то, что принимает МПК. Это, еще раз, пластик, алюминий, это макулатура вся и стекло. Причем, вот мы здесь немножко об этом не сказали, что, получается, если это будет массово, то это снизит стоимость товаров, потому что не нужно будет добывать новую, ну, добычу углеводородов, которая необходима для производства пластика и всего остального. Опишите те контейнеры, которые стоят сейчас на ваших экспериментальных. Они одинаковые. Это такие классические контейнеры. Слушайте, я не знаю, у меня, к сожалению, мог бы фотографии показать. Ну, можно сказать, там, желтый, синий. Давайте я расскажу. Эти контейнеры, они изготовлены на базе обычных контейнеров для ТБО, только модернизированы. Один контейнер ярко-желтого цвета, другой контейнер ярко-синего цвета. Они, естественно, подписаны. То есть, они конструктивно сделаны таким образом, чтобы в них сложно было положить пакет с общим мусором, неразделенным. Значит, желтый контейнер, представляет, значит, он с крышками, крышки на замке, чтобы не было вандализма, чтобы туда не скидывали все подряд. По бокам вырезаны стенки и установлены сетки. То есть, визуально видна наполняемость контейнера и фракции, которые в нем лежат. Дополнительно контейнер подписан, что туда нужно класть. Пластик, стекло, алюминий, да. Ну и можно посмотреть, что там внутри. Для жителей, кстати, мы разработали памятки. Такое вот, визуально. То есть, в один контейнер и пластик, и стекло, и алюминий, да? А в другом контейнере, значит, синий контейнер для бумаги, картона, для макулатуры, он тоже с крышками, и у него сделана прорезь, как в почтовом ящике. Туда нужно скидывать непосредственно бумагу. А в чем я должна принести вот этот пластик, алюминий и бумагу до контейнера? Ну, это уж как вам удобно. Можете принести в пакете, можете принести в руках. И бросить просто вот без... Пакет останется у меня, а мусор туда нет. Можете вместе с пакетом бросьте. Ну, просто вряд ли поместится вот весь объем, который у нас в пакете. Там по одной, надо штучки. Примерно вот такого размера. Окошко сделано, да. Окошко. Я вот смотрел, вот контейнер для сбора пластика, да, вот такой же, ну, почти такой же. Видел в Израиле, да? Они прямо на улицах стоят. Единственное, что он у них полностью сделан из сетки, и они бросают туда вот эти все пластиковые бутылки. А там еще сбоку у них сделан такой кармашек для CD-дисков. Еще и CD-диски тоже туда выкидывают. И я посмотрел, у них так это заменяет. Я, конечно, не с кем было поговорить, как у них вообще с этим делом обстоит. Но, по крайней мере, на улицах чистые. Вот эти контейнеры везде стоят, и все туда все выбрасывают пока пластиковые бутылки. Да, причем они вполне себе симпатичные, эти контейнеры. То есть они привлекают к себе внимание. Да, Дмитрий? Да, видно их издает. А контейнер для обычного, скажем так, мусора, он рядом с ними стоит где-то. И вокруг него навалена груда пакетов, гипрок, то, что все, что выносят там обычно из дома, да? Кстати, вот еще в Архангельске есть такая... Не только в Архангельске, у нас очень плохо развит рынок вот правильно глубокой переработки. То есть вот отсортировать, ну получается спрессовать, отправить эти кубики на продажу, а дальше у нас заводов очень мало. И поэтому вот это такая махина, которая когда раскачается, как большой камень. То есть безусловно, если... О чем я уже говорил много раз, вот эти все необходимые законы, увеличение количества раздельных пунктов раздельного сбора, это подтолкнет и развитие промышленности. Это очень важно понимать. Потому что пока действительно глубокой переработкой мало кто занимается. И что очень важно, вот у нас в России, например, пока очень плохо ситуация с Тетропаком. То есть, например, многие же... Вот об этом мы не сказали, что Тетропак это не бумага, в чистом виде. Там потому что много слоев, там фольга есть. Поэтому на данный момент в Москве, в Петербурге это принимают специальные эко-мобили, в Архангельске пока это тоже не перерабатывается, не принимается. Тетропак экологически на человека. В обычных, к сожалению, мусор. И еще очень важный момент, о котором я скажу, и, наверное, это, конечно, тоже утопия, но вот на данный момент я об этом задумался, потому что, когда работаешь с отходными, понимаешь, что мы боремся с результатом. Если мы возвращаемся к началу, это, конечно, мало вероят, но нужно об этом говорить. Необходимо, чтобы производители выпускали упаковку, которая перерабатывается или разлагается. Секие сникерсы, чипсы, это кошмары. Это столько упаковки, ее просто некуда девать. То есть, она идет просто в обычные отходы. Но сейчас приличные фирмы стараются делать биоразлагаемые... Ну, стараются. Но даже сейчас в магазинах биоразлагаемые пакеты зачастую они просто на кусочки разрываются и не разлагаются на полигонах. Вот, например, в Гримпесе официальная статистика есть. И, кстати, для наглядности, вот количество отходов, которое сейчас скопилось в России, я вчера буквально смотрел, что эти отходы можно, если загрузить в Транссибирскую магистраль в 2400-летие, все это можно вывозить. Потому что в России действительно наступил момент, когда все поняли, что все. Единственное, что мне бы очень хотелось сказать, я не знаю, если смотрят нас органы власти, что мы, собственно, не боялись идти на эксперимент. Понятно, что все боятся вышестоящего руководства. Поэтому, чем больше людей будут говорить о том, что необходим раздельный сбор мусора, чем больше людей подпишут петицию Гримпеса, которую, кстати, мы не сказали, они соберут подписи, которые направляются в администрации, мэрии, городам. На сайте Гримпеса она есть. Собери миллион подписей. То есть, уже 4 области в регионе отреагировали, что не готовы вводить раздельный сбор мусора. Я уже подписал. То есть, вам приходит официальное письмо из администрации, где отвечают, как вообще налажена работа. Вот, видите. Поэтому подписывайте все. И чем больше я буду об этом знать, чем больше таких круглых слов. Кстати, я считаю, это лучший круглый стол, пока на котором я был, по раздельному сбору мусора, тем больше. И вообще по этой проблеме. Это круглый стол номер 1. А, хорошо. Ну, я имею в виду вообще... Номер 2 и так далее. Поэтому, Амарина, спасибо. Сам... Ну, тем не менее. Давайте вернемся к населению. Да, вот мы сегодня уже упомянули о том, что был безуспешный опыт, да, в 4-м, 5-м году. В 5-м, 6-м. Ну, там же опять не вывозили. Я же говорю, там не в том, что население не носило. Понимаете, всегда люди во всех странах все равно бывают те, кто приносит несортированный мусор. У нас в России за это не штрафуют. В Швейцарии штрафуют, даже если вы количество отходов больше, чем надо по нормативу. Потому что программа сокращения отходов, она важна. То есть, чем меньше ты потребляешь или покупаешь упаковку, меньше продукции с упаковкой, тем меньше она вывозится на полигоны. То есть, это тоже очень важно понимать. То есть, люди вот не думают комплексно, они думают, что вот отходы, вот надо их решать. Это что, возврат в Советский Союз, когда бумажный пакетик заворачивали 100 граммов батончика? Типа того, но типа того, на самом деле, да. Но зато это, так бы вам говорится, утилизировалось, бумага разлагалась. Но нужно выбирать. Либо ты живешь среди мусора, либо ты выбираешь бумажный пакет. Давайте. Да, по поводу населения, давайте. Давайте гордемся к населению. Значит, в общем, пока на данный момент сложно говорить о том, какие проблемы, потому что эксперимент, на самом деле, вот по сути, начинается во второй раз. В первый раз эксперимент не пошел только по экономическим, по логистическим соображениям. Никто не захотел вывозить отходы. То есть, никто в отчете, по крайней мере, не находил, что население плохо реагирует на этот, по крайней мере, то, что я в СМИ смотрел. И вот мы, по крайней мере, работали в этом проекте. Мы именно только, мы как волонтеры этих баков стояли. Там в течение примерно, они были, по-моему, где-то 4 или 5 месяцев они стояли. И люди нормально бросали то, что... Ну, конечно, есть случаи. Нужно объяснять людям. Не все знают. Есть люди, вот мы же говорили, есть люди, которые, в принципе, ничего не знают. Вот такие люди есть всегда, но их меньшинство. Поэтому здесь большую роль играет, конечно, СМИ. Потому что, как правило, во всех таких мероприятиях участвуют дети и взрослые. Это уже старше 40, получается, лет. Поэтому здесь СМИ не читают всегда. Поэтому... Если в бак для раздельных отходов вдруг случайно попадет ненужная фракция, неполезная, ничего страшного, это не катастрофа. Потому что все отходы, раздельно собранные поступающие на комбинат, они там пройдут до сортировки. Ольга, ты зря это сказал, честно. Не слушайте этого, не слушайте. Нет, то есть, если по незнанию кто-то бросит вместе со стеклянной бутылкой стеклянную банку, то есть, от этого эксперимент, вернее, проект не остановится. Я вот к этому... Ну, то есть, все равно ведь есть, скажем, там на стеклянных бутылках есть металлические фрагменты, например, от пробки, да, или там внутри пластиковой бутылки из-под молока осталось немножко молока. Это не криминальный, ничего страшного. Это не криминальный, да. Вот самое-то главное, что вот у вас написано здесь, что самое-то ключевое слово, это бесплатно. Я вчера... Потому что у нас все ведь боятся, что за что-то придется платить. Поэтому самое-то главное во всем этом, что бесплатно все это будет исчисляться, и люди никакой не понесут финансовой нагрузки. То же самое и вот по строительству вот этого большого завода. У нас тоже люди, население все переживало, что, ой, наверное, значит, у нас вырастут тарифы. Но тарифы-то и так растут каждый день. Свалок, в общем-то, нет. А тарифы-то они растут и так каждый день, независимо вообще от того, что строятся новые, и полигон, или не строятся. И, безусловно, при строительстве нового мы и вопросы решим, а скачкообразного скачка тарифов все равно никто не допустит. Поэтому... Ну и что нам тогда сидеть, ждать? Все равно вам эти тарифы будут увеличивать или увеличивать. Только ситуация, это никак не разрешается в лучшую пользу. Мы так и живем в мусоре. То есть, в конечном итоге все равно раздельный сбор мусора, он выгоднее для человека, потому что он будет в конечном итоге меньше платить за партплату. Да во всех этих вопросах надо вообще смело шагать вперед, идти на все эти новшества. Потому что люди уже во всем мире в этом... Мы же нового ничего не придумывают. В общем-то, мы берем ВИЧ, перенимаем опыт, который уже давно и успешно реализуется в тех же и в других странах. Когда все туда приезжают, ну, кто ездит, да, приезжают и смотрят, ой, как у нас, у них чисто, а мы к нам приезжаем, ой, у нас опять здесь вот грязно. А почему-нибудь это не придумывается? Да, но мы ведь тогда должны просто положить... Я не сторонник, что надо прям все перенимать. Но положительно это какой-то опыт, надо перенимать. Сейчас на сегодня чисто, давайте сделаем чисто у нас. Поэтому все эти новшества, строительство полигонов, сортировка мусора, это надо просто брать и внедрять. Мы начинаем это вот по нашей тут русской традиции обсуждать, уже это думать, но и особенно по нашей архангельской еще традиции. Вот у нас в Архангельской области это очень любят. Обсуждать, встречаться, замусолить любой вопрос, лишь бы ничего не делать. Поэтому у нас годами ничего не решается. И все потом говорят, ой, опять вот, вот ничего и не сделали. Посовещались, посовещались, разошлись, вроде ничего не решили, и слава богу. Я считаю, надо ведь конкретно смотреть. Дела, по делам надо смотреть. Что сделали сегодня, что сделаем завтра, как будет решаться. Вот мы год с этим мусороперерабатывающим, год мы ничего не можем решить, миллиард люди готовы вложить в Архангельскую область, да? Это у нас не сотни тысяч таких людей. В чем такая инертность-то? Давайте оставим этот вопрос. Сейчас мы обязательно говорнемся. Нет, давайте сейчас поговорим о завтрашнем. Нет, да, вот сейчас. Сколько у нас площадок для раздельного сбора? Уже четыре. Уже четыре в городе Архангельске площадки для раздельного сбора мусора. Что на следующем этапе будет? Как вы себе это представляете? Если все будет хорошо? Ну, и, безусловно, расширение количества, увеличение этих площадок. Вот, увеличение таких площадок для раздельного сбора, то есть, чтобы это было, ну, если не повсеместно, то много где. Вот, своя логистика вывоза из этих контейнеров, то есть, если сейчас происходит по наполнению, да, то мы хотим сформировать какой-то график вывоза. Вот, удобный для нас и для организации, для населения, у кого установлены контейнеры. Ну, и, естественно, в общем итоге уменьшение общего, уменьшение отходов, конечных, размещаемых на полигоне. А сколько вы, сколько вы готовы обслуживать вот таких площадок? Сколько контейнеров. Их же практически должно быть столько же, сколько жилых домов, то есть, несколько тысяч. Надо смотреть, я не готова сейчас сказать. А вот эту программу, которую вы начали внедрять, реализовывать, пилотная программа, да, она на какую сумму рассчитана? Ведь есть определенный бюджет у этой программы, да? Сколько контейнеров вы готовы предоставить? Вот сейчас присоединится областное собрание депутатов, потом различные объекты правительства области, да, много у нас они по городу расположены, потом еще кто-то. Сколько контейнеров вы можете позволить себе? Не в убыток. Ну вот это как раз и надо будет смотреть и считать. То есть, у нас вот готового потолка нету сейчас. Мы, это тестовый такой режим, понимаете, мы хотим посмотреть наполняемость контейнеров, да, мы хотим посмотреть периодичность, частоту их вывоза, сколько мы получим продукции, и уже от этого смотреть, сколько мы еще можем позволить себе установить контейнеров бесплатно, опять же. Ну, сейчас вы можете уже какие-то предварительные оценки этому эксперименту давать? Как все идет? Ну, очень предварительные. То есть, с точки зрения экономики пока нет, а с точки зрения того, что мы общественность будоражили, безусловно, то, что привлекли внимание к проблеме, безусловно, и то, что есть желающие участники этой акции, и которые появляются и появляются вновь, это да. А какая четвертая площадка появилась? Архангельский кадетский корпус на Карломаркс 51. Сафу, значит, надо только документально это все оформить, и вот еще есть Кенозерский национальный парк, который хотят у себя по офису установить. Ну, это пока вот. Еще Русской Арктике сделайте предложение? Они в курсе. Они в курсе. То есть, мы сейчас должны призвать всех архангелогородцев и гостей нашего города, чтобы они искали контейнеры для раздельного сбора мусора. Цветные контейнеры. Цветные контейнеры, желтые и синие, складывали то, что нужно, туда, куда нужно. И тогда вы признаете, что этот эксперимент идет успешно и будете расширять эту сеть. Он и на данном этапе уже идет успешно. Понятно. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, у нас осталось 5 минут. Пожалуйста, если у кого-то есть какие-то вопросы, высказывания, сейчас время для того, чтобы их задать. Тогда я могу только сказать вам большое спасибо и пожелать нашей следующей встрече, которая, наверное, произойдет не так уж не скоро. И вам большое спасибо за организацию такой дискуссии. Ее надо, конечно, продолжать. И вот эти все проекты нам надо в Архангельской области все-таки реализовать. Я надеюсь, все-таки и на вашу тоже поддержку и освещение всех этих актуальных проблем для Архангельской области. При вашем содействии, Александр Владимирович, если здесь будет присутствовать Минприроды региональная, если будет здесь Росприроднадзор, которые, к сожалению, сегодня не смогли прибыть на наше мероприятие, я думаю, что мы устроим это. Да, обязательно, конечно. Привезем два контейнера для Архангельской области. Другую-то визуализацию мы подумаем над этим совместно с нашими, я думаю, что партнерами. Мы только завсегда открыты, да, условно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам всем.